Большое спасибо Тирамп и Дмитрий Дима. Сейчас, 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 извиняюсь, тут со звуком проблемы. Смотрим тоже два подряд ролика. Сперва Бизл Босс, но за кадром, потому что он там в России банится, а потом Бизл Босс Лайф. План такой. Начинаем. Ну, Бильзи Босс, типа, Вильзи Вул, Вильзи Босс. Типа, прикольно. Компунктер купил, нафига, телефон. Ну, просто, чтобы лошарой не быть. Тут, скорее, наоборот, учитывая, что мы в 2023 году, нафига тебе компьютер, если надо было купить хороший телефон. Блин, они еще и на английском говорят здесь. Так, встретились с дьяволом. Как сак, это опасно. Как сак, это опасно. У них, по-моему, зло слишком просто. То есть, с одной стороны, делают как бы мюзикл, с другой стороны, все отдельные фрагменты этого мюзикла слишком простые. То есть, как бы, по форме это прог-рог, но при этом каждый отдельный кусочек настолько тупо сделан, настолько вот она собрана прямо из простых ходов все, что в итоге как будто 10 супер попсовых песен за 4 минуты слушаешь. Ну, типа, при этом с рофлами про то, что дьявол, ты мазафака, мы тебя уделаем. А я дьявол, нет, вы меня не уделаете. Ну, такое. Ну, типа, факт забавный. Типа, кодекс демона обязывает меня участвовать в каком-то там говне из жопы. И поэтому, да, конечно, я принимаю вызов, что-то такое там. Короче, самый крутой мюзикл, который есть, это Little Big, не Little Big, короче, эти вот, типа, Гафи Гаф, то, что делал Ильич до Литл Бига. Гафи Гаф, типа, гномик-гомик против жирафика-рафик, или как там оно называется? Типа, первый сезон, десятый выпуск, шоу Гафи Гафа. Вот там мюзикл про гномика-гомика, который спасает капитана от жирафика-рафика. Вот это мюзикл, я понимаю. Вот, там и рок тебе, и антигерой, и всё на свете. Моя волшебная фала-труба придёт и уничтожит тебя. Вот это уморительно. А Тинэйш СД, типа, ну, не дотягивают до уровня Гафи Гафа пока что. Не так смешно. Дьявол обязан участвовать в метал-баттле. История создания проекта, этот самый, гитар-баттл. Это, кстати, Табачников и Кузьмитский. Призывают, не знаю, кого. Клева Олейника. На гитарный батл вызывают. Потому что у фред-гитариста в кодексе написано «Я не обязан соглашаться на приглашение гитарного батла, если не платят 300 тысяч». Так что фред-гитарист на роль дьявола здесь не подходит. Ну, либо он настоящий дьявол, типа, именно, как в реальной жизни. То есть ты, для того, чтобы сразиться с дьяволом, ты ещё 300к должен найти для начала. Это в Москве, а 500 в Питере. Более коммерческий проект нельзя было... Ну, тоже верно, да. Ну, оно сделано всё такое, типа, семейные шутки про рок-н-ролл относительно. Ну, типа, даже, хотя у них есть там про фак, про идите в жопу, вы козлы, у них всё равно достаточно такой, типа, чтобы школьник, чтобы мамы не слишком сильно ругались кольцов. Типа, вот такое всё равно у них юмор. Они уже вообще пожилые. Жесть, кстати, там у меня в рекомендациях ролик вылез, типа, в 2022 году исполняют эту песню. Ну, короче, понятно, что в те времена, когда вообще никаких фильмов особо прикольных не было, про рок-н-ролл, или про вообще что-то крутое, и был вот такой фильм тогда, то есть, типа, это настолько же, по сути, легендарное дерьмо стало, как фильм «Рок-звезда», там, или как ещё что-то. Есть такая культовая история для всех юных, маминых террористов, рокеров, короче, жёстких. Вот, и... Но чисто из-за этого есть, как бы, какое-то вот внимание, уважение ко всему этому, потому что, ну, скорее, типа, серьёзно, из-за воспоминаний по временам, когда в пять лет, типа, ты это смотрел, и такой, хоть как-то погрузиться, прикоснуться к миру хотя бы в рафляной форме рок-н-ролльному. Но вообще, реально, вот, в отрыве от этого контекста, это говно. Вышёл Христос, и чё-то говорит про своего отца какие-то, ну, типа, такие шутки всё равно всё. Мой, иисус говорит, что его батистан, нормальный. Что ты думаешь, Кэйдж? Я должен быть согласен с этим. Вот это вот, чувак, я не хочу говорить о твоём папе. Ты – это правильный парень, но что я слышал о твоём папе, это, что он будет выкопать на руку твою дырку, и, фукурить её к твоему бабе, и, фукурить на твою гребетку на саду! И это не то, что я в этом. Великолепно в тюрьме, вы мотерфакеры! Пришёл Сатана! Я думаю, у нас бы такую постановку за оскорбление чувств людей с чувством юмора просто запретили бы. Соряюсь. Захотелось стройнуть жёстко. Конечно, мы будем спать с тобой. Да, давайте будем спать с тобой. Какой момент? Но, before we jam, we have just one question. Hit me. Why are we in hell? We never did anything evil. Ha-ha-ha-ha. That's easy. You sold your souls, I got a contract. No way. Fuck that. You send us back to Earth then, because I never signed any such contract. I got two signatures. I keep proving the court of law. We never sign anything. И Клирдю, спасибо. Типа, всё-таки мы подписали какой-то контракт, поэтому мы оказались в аду. Мы продали наши души, ведь иначе нашу дерьмовую музыку никто не хотел слушать. Он сказал, он может помочь группе. Короче, понравилась песня «Ночной петух», если записать её по-серьёзному, будет лучше «Чёрного мага». Понятно, но, блин, типа, нет смысла её записывать слишком серьёзно, кроме как порадовать 10 человек. То есть, типа, она... Короче, объясняю, я стараюсь по жизни не делать вообще ничего лишнего. То есть, я просто исповедую, так сказать, жизнь по принципу Паретта. То есть, вот смотрите, допустим, ты садишься посрать на 10 минут. И в чём заключается принцип Паретта? Если ты за 10 минут того, как ты срёшь, высираешь, например, 1 килограмм говна. Это не значит, что ты за минуту высираешь 100 грамм. Ты неравномерно срёшь. За первые 2 минуты ты высришь почти всё говно, 800 грамм. И оставшиеся 8 минут ты будешь сидеть и вот эти 200 грамм домучивать, досирать. И это называется принцип Паретта. 80 на 20. То есть, 20% усилий приносит 80% результата. И 80% результата, а только оставшиеся 20. Соответственно, иногда этот принцип надо применять так, что если что-то требует, чтобы оно было сделано идеально, значит, тебе нужно вот иногда доработать какую-то часть для того, чтобы доделать всё как следует. Бывает, что чуваки 80% времени потратили, ковырялись в жопе и сделали в итоге проект в 5 раз хуже, чем он должен был быть, не доделав чуть-чуть по времени, одну пятую времени, но в итоге на 80% лучше стал бы проект. Поняли? А бывает вот как... Я обычно как делаю? Я трачу минимальное время на то, чтобы сделать достаточно заебись. Типа, чтобы было 80% хорошо. Делать суперидеально говниду, для этого потратив в 5 раз больше времени, чем просто сделать говниду, я не вижу смысла. Потому что в 5 раз больше профита она мне не даст. Чисто только из-за этого. Только поэтому я не довожу до идеала некоторые вещи. Потому что не вижу смысла так... То есть это не то, что чуть-чуть больше времени потратить, чтобы было в итоге идеально, а это в 5 раз больше ебаться, ради того, чтобы результат получить чуть-чуть лучше. Я это не хочу делать. Вот сколько требуется доната, чтобы я что-то ставил. Говнин супердиально, говни девядецок говни. Тем более. То есть ты еще и все баги в итоге позиционируешь как фишки. То есть все, что в говниде сделано плохо, оно только в плюс играет проекту. Потому что вот есть вещи, которые надо сделать хорошо, чтобы было круто, чтобы работало, а есть вещи, которые можно сделать плохо. И в рамках контекста именно самого этого проекта, говнида, то, что что-то сделано чуть хуже, чем у других, оно в итоге только в плюс, потому что это уже в юмор играет. То есть у меня либо в юмор, либо в крутую музыку. Ну, и все как бы гармонирует идеально. Вот. А здесь, чуваки, у них как бы проблема в том, что... Ну, я не... Это будет звучать очень чрезвешно, но в Тинейш-СД, правда, типа, и музыка слабоватая, и юмор слабый. Причем у них... Чем они лучше, например, говниды? Единственное. Ну, качество съемки видео, потому что мультикам, потому что, по сути, это фильмы и так далее. То есть дороговизна продукта. И качество звука в лаймах и в студиках, ну, типа, наверное, они с этим заморочились. Но при этом у них сам материал настолько и не смешной, и не музыкальный особо. Только некоторые моментики чуть-чуть прикольные. Такие, типа, 4 из 10. Как тебе вокал чёрта? Ну, просто ЧЕЛ вот так орёт и всё, типа, ну... Хорошо подходит, клёво, прикольно, но... Ничего интересного. Подожди, козёл, типа, ну... Поёт он нормально, хорошо, но... Толку. Сам материал скучный. Кроме редких моментов, когда они интервалами что-то поют, классное, все ходы скучные. Все... Весь юмор скучный. Всё очевидное, всё предсказуемое. Вот, ну, честно. Пауза вот эта сраная. Каждый раз. И начинается новая хрень. То есть они не могут придумать более интересный переход с одного пуска на другой, чем блядская пауза вот эта сраная. Надоевшая. Типа, породия на мюзикл, но в итоге ты надоела это слушать. Опять сраная пауза. Опять другая сейчас пойдёт срань, да, типа? А-а-а! Ты думаешь... Робще! Пауза диалоги и, типа, снова начинается музыка. А-ба-сра-цца можно. Э-эй, давай пойдем. Вот, вот. Они, скорее всего, реально на ходу это сочиняли и особо не старались. Вот в чем проблема. Я дьявол, я иду сюда, и всем я дам вам по жопе, вот и дам я дам по жопе вам, та-да-да-да-дам. Играет музыка Чтобы я не просто накаркал тут гадости, а как бы пояснил, в каких именно деталях это заключается. Опять это пауза сраная. То есть, почему я так говорю? Почему я так это ощущаю? То есть, не потому, что у меня какой-то супер ЧСВ, а типа, не я так хорош, что превосхожу легендарных Тинейш СД. А просто Тинейш СД на самом деле не так уж хороши. Вот и всё. И я хочу это как бы вот пояснить, в деталях доказать вам. Вот это прикольно, что они вот так интервалы делают. Ну и всё. Говорят, всё, что мне прям интересно послушать здесь. Остальное как будто нарезали по 30 секунд из сотни тупых песен. Супер скучных и банальных. И вот по 10 секунд нарезали и подряд поставили. Вот первая тупая песня пошла. Ну там уже десятая. Сейчас будет смена ритма, потом пауза, потом ещё одна дерьмовая песня. Потом дерьмовый припев дерьмовой песни и так далее. Вот дерьмовая смена ритма. Ну окей, возможно это уже концовка. Но скорее всего нет, будет тихая часть в конце, да? Или тема того. И пауза. Теперь диалог. И какое-то маленькое... Нееет! Вот другая ритмика пошла. Другое дерьмо. То есть говорю, вот чисто из-за этого. Скучно, предсказуемо и... О, черт! Это мой черт! Ну не очень смешно. Нужно быть в курсе всех этих песен и жанров, к которым они отсылаются. Наоборот, чтобы это было смешно, нужно быть не в курсе всех этих жанров. То есть нужно, типа, чуть-чуть слышать, что... Ну то есть смотри, любой человек, если он просто живёт, и даже никогда не интересуется жанром хэви-метал, он примерно понимает, что вот такое хэви-метал. Что это косухи какие-то, что это байкеры, что это там шипы, заклёпки и так далее. И что музыка это вот там, типа, примерно вот какая-то вот такая. Типа, волосатые парни какие-то там, что-то верещат. Если человек регги даже... Он может не иметь представления о деталях, о крутых, ну как бы, песнях жанра, но человек, если ему сказать регги, он какое-нибудь говно вспомнит всё равно. Он вспомнит там... Sunshine, регги, let it good vibes feel that stronger. Или вспомнит там, типа, Buffalo, Soulja, Dreadlock, Rasta. Или типа, don't worry, be happy. Ну, хоть что-нибудь. То есть какое-то базовое представление у любого человека, ну, кроме уж совсем там, я не знаю, если Даша Мирная с Гопрайона какого-нибудь просто в гопническом городе живёт, наверное, если ты ей скажешь, типа, просто там какой-нибудь термин, даже суперпонятный, поп-рок, она такая, чё это, по-кого? Поп-ку, еда какая-то, как поп-корн, что ли? Поп-рок? Чё, я не знаю такое. Ну, вот, короче. Но в среднем все по чуть-чуть знают. А если ты хорошо знаешь эти жанры, и, например, вот представь, ты очень хорошо знаешь жанр рок-музыка. Вот почему, если тебе включить почти любого рэпера современного, модернового, который пытается в свою музыку включать элементы рок-музыки, почему это для рок-музыканта звучит говяно? То есть для тех, кто слушает рэп-чагу, типа, о, прикольно, гитара добавилась. А для тех, кто слушает ракешник, ты слушаешь и понимаешь, что они супер говяно сделали. Там всякие вот Dead Grip, допустим, у них там был какой-то альбом, у них супер стыдные попытки совместить рэп с роком. То есть бывают хорошие попытки, если человек шарит и в том, и в другом. В двух жанрах реально сразу, если разбираются чуваки хорошо, то может получиться что-то интересное. А там, типа, вот обычно чуваки, ну, делают говно-рок просто. Говно-рок, и на основе него рэп. И это звучит дерьмово. Но это понимают только те, кто много слушал рок-музыку. Достаточно много. Даже не обязательно очень много, но просто, ну, имеют представление об этом. То есть если тебе включить такое, ты скажешь, что это полный кал. Вот наоборот, ты говоришь, что нужно знать, нужно, чтобы оценивать этот юмор, быть в курсе всех этих песен-жанров и клише, к которым они отсылаются. Ну, знаешь, наверное, ты даже прав, но я не знаю, это ты имел в виду или нет. Я как раз настолько хорошо в курсе всех этих жанров и всех этих клише, потому что я, в принципе, в музыке старался изучать все, что можно. Современную музыку, все, что связано с роком, металлом, живыми инструментами, неживую, электронную музыку тоже, рэп, хип-хоп, взаимосвязи, влияние блюза на все, влияние фанка на все подряд, какие сэмплы откуда взяты, из чего собрано это, под каким влиянием сделано это и так далее. То есть я очень глубоко знаю все приемы, фишки, приколы, ходы в партиях, в аранжировках, играю на всех инструментах, сука, слышу все, что делается, слышу все ходы барабанщиков, все ходы басистов, все вообще. И понимаю, что тут нихуя нет вообще интересного в этой музыке. Вообще вот, ну нихуища. То есть это супер тупые, шаблонные, кривые, скучные ходы всех этих жанров, которые они пародируют. Самые поверхностные, самые тупые. Вот самая тупая пародия на регги, скорее всего, они ее сделали когда-то. Самая тупая пародия на хэви метал, вот у них она будет. Самый вот прям вот очевидный ход, типа самый банальный, самый не смешной. Вот в этом проблема как раз, что у них все подряд, но поверхностно. Скучный кардан просто играет вот эту партию. Без вкуса. То есть вот даже говнида. Я пародирую этот жанр, я его не слушаю. Да, но в рамках говниды я стараюсь, типа, сделать какие-то прикольные ритмические ходы. Что-то, какой-то долбанутый, какой-то прикольчик замутить. То есть... То есть что-то такое, что прям вот именно качало и было не просто канонично в жанре, но еще и прикольно. Обязательно. То есть в каждой песне есть какие-то такие приколы очень... такие канонично-метальные, но интересные, балдежные. А здесь все неинтересное. Каноничное, но неинтересное. Типа, блин. Тер-э-дэн. Вот. То есть вот чисто проблема в этом, что для меня это слишком неинтересно. Ну, типа, я не могу сказать, что это полное говнище, что это вообще просто ужас, и не смеете смеяться над этим никто. Я говорю, наверное, больше про самого себя уже. То есть в целом, это не очень смешной юмор и не очень хорошая музыка. Но неплохой юмор. Не ужасный юмор, не ужасная музыка. Не худшее, что можно посмотреть, не худшее, на что можно потратить время. Но для меня это прям скукотень смертная. И, собственно... Ну, типа, я... Да, как я уже сказал, вижу какие-то аналогии с говнидой в плане юмора на тему, там, дьявола, еще чего там. Но, опять же, потому что все происходит из блюза. И все эти легенды, это тоже, они достаточно похожи друг на друга. И там есть... Ну, типа, жуть, она везде жуть. Одни и те же вещи считаются жуткими, эпичными во многих разных даже жанрах, культурах и так далее. И, типа, дьявол, он примерно всегда, вот у него одинаковое настроение, у дьявола всегда. У блюзового дьявола, у металлического дьявола. У, там, дьявола, который описывается, там, в прог-роке даже, я не знаю, мне кажется. Вот все, как он будет подаваться, всегда будет чем-то общее. То есть чисто из-за этого есть общность. Ну, потому что, в принципе, рок-музыка, она очень часто заигрывает с приколами про дьявола. Вот и все. Спасибо большое за донат. Собственно, едем дальше.